предпринимателями рождаются или ими становятся кировом и такой достаточно модный город был мамочка в декрете организует свой бизнес семейный бизнес это прекрасно одежда для полных людей вот это же слово полный вот полный я его не произношу вы вообще ожидали что будет так надолго это но это было благодатное время для начала бизнеса как вообще все это происходит где найти как это искать а как вы относитесь к оверсайзу никакой тренд не мешает развитию модного бизнеса мода в любом случае будет провода никогда не умрет добрый день добрые люди сегодня в моменте мы поговорим на очень приятную девочковую тему мы будем говорить о моде и у меня в гостях елена вербитская генеральный директор компании три грации здрасте лена здравствуйте ксения елена вербитская генеральный директор компании три грации в 1996 году создала бизнес с нуля находясь в декрете с третьим ребенком уже 27 лет развивает компанию бизнес является семейным в компании трудятся два поколения семьи елена вербитская человек года 2022 в номинации производственник года в сфере легкой промышленности в марте 2023 года удостоена благодарственного письма и памятные награды от торгово-промышленной палаты российской федерации первый свой вопрос я задам наверное про детство наверняка же вы этим путем пошли потому что в детстве случилось какое-то модное событие какое-то модное явление которое зацепило вас можете вспомнить первое модно вы знаете я жила в советское время и каких-то таких вот знаете модных событий у меня не случалось но я почему-то всегда хотела быть модной я не знаю почему это случилось в магазинах ничего такого сильно модного не было и даже не было но интернета не было каких-то модных журналов вот скажем западных не было и даже эту картинку модную откуда-то взять было достаточно сложно и вы понимаете что по телевидению может быть кому-то уже даже это трудно представить но нельзя было нигде эту моду считать да вот почему-то она сидела в моей голове и почему-то я точно понимала как надо одеваться а как не надо а потом уже конечно все эти модные истории мы вещи приходилось доставать где-то добывать вот но я еще научилась шить научилась вязать это не до запуска вашего да конечно это вообще я была еще достаточно молодой девушкой студенткой но я полностью могла себе сшить вот на выпускной например в институте я полностью сама себе сшила платье чем вдохновлялись вдохновлялась но все равно знаете как о манси артега говорил мода она носится в воздухе и для меня в нашем советском воздухе это мода тоже носилась и было все равно понятно что модно а что нет да и потом киров он такой достаточно модный город был по крайней мере был не знаю как сейчас сейчас вообще мир такой как бы общий мир да для всех и для кирова и для там монте-карло и там для парижа он единый а в то время он не был един но тем не менее вот киров так славился тем что он такой даже достаточно модным был а как-то он так славился это сюда приезжали это было видно по людям знаете я могу сказать так что раньше вот это все продавалось на рынках каких-то там вот в кирове там такой был вот я не знаю вы не застали вот там покупали модные всякие вещички я вот помню что первый раз и свои фирменные джинсы и фирменную французскую куртку я купила себе там собрала просто деньги собирала тоже со стипендией это какой-то нелегальный был я не знаю почему рынок же был открыт в чижах он был открыт то есть он официально работал но откуда привозили эти вещи но это знаете они добывались же как-то добывались привозили моряки из дальних там плавание там на различные способы были вот поступление этих модных вещичек вот это называется оторвать да ну конечно надо было убивать причем это стоило вообще страшно дорого джинсы я буду как сейчас помню мои джинсы стоили 250 рублей а зарплата моей мамы врача была 120 рублей а джинсы были 250 сколько на них пришлось копить конечно конечно я копила я стипендию повышенную получала 46 рублей как вы оказались в этой сфере 96 год правильно я понимаю 27 лет назад вы находились в декрете с третьим ребенка да и это вроде бы такая банальная для нас сейчас история мамочка в декрете организует свой бизнес а в 90 мне кажется это не очень очевидно и это было вообще удивительно это вообще удивительная история сейчас конечно я вот очень много выступаю перед молодыми предпринимателями в рамках вот структуры мой бизнес например и сейчас эти очень большая действительно помощь вот начинающим предпринимателям да идет и правовая и материальная и обучающие и так далее вот даже выживали тогда стать предпринимателем это вообще такой был очень рискованный шаг ну вот так сложилось моей судьбе что мне предложили взять в аренду вот этот магазин который сейчас у нас флагманский наш магазин на ленина 86 тогда он еще был в три раза меньше вот это была муниципальная собственность и просто вот мне я сижу в декрете а мне вот предложили лена мы не тянем этот магазин там нет никаких условий вот может быть ты возьмешь я конечно так лампочка случае сбокли барахты так вот это мне предложили а так как я вы знаете так насиделась уже дома как-то я подумала ну а может быть это шанс вот я думала ну какой магазин открывать я же никогда не занималась никакой торговли и вдруг меня вот прямо вот озарила что вот нету одежды больших размеров ну нет и и вот магазин богатырь был какой-то наш советский там висели рядами какие-то страшные одежи не знаю так иначе их никак не назовешь как этим неправильным словом и вот такая мысль пришла и даже сразу родилось это название в общем все вот так сложно откуда родилось название ну вот знаете это 90-е годы все называли именем своих там дочерей до сих пор так называют но это в общем-то и во всем мире называют не только в россии вот ну как-то хотят имя близкого человека как-то вот увековечить может быть я не думала о том что я кого-то увековечу вообще на самом деле и видимо увековечу картину три грации с андре работе чели нет просто это связано с тем что у меня три дочки я не хотела кого-то из них выделять и я подумала три грации да грации умноженное на три и ботичелевские грации они такие не худышки да и как бы все тут срослось в этом я подумала ну бинго сходится же когда запустился ваш магазин я не буду скрывать у меня есть очень много друзей друзей моих родителей это актерская среда и даже лицами ваших рекламных кампаний были и я всегда смотрела на эту рекламу думаю одежда для полных людей да ну кто захочет вот у меня была такая мысль у меня у молодой совсем девчушки кто захочет я думала что там по ту сторону этого магазина наверняка кто-то кто но тоже крупный кто-то кто наверное делал этот бизнес для себя а когда я вас впервые увидела вы такая изящная почему как и были ли у вас вообще в принципе в жизни какие-то какая-то потребность в одежде больших размеров ну спасибо конечно за изящную мне этот вопрос очень часто задают да на самом деле я как-то просто действительно вот прониклась в эту тему я вы знаете когда открывала его я достаточно же молодая девушка была я думала что большой размер это 52 я думала что это вот самый большой существующий в мире но я тебе говорю это были 90-е годы когда вот так можно было без какого-то профильного образования там вот знаете просто на голом энтузиазме открывать бизнес сейчас так нельзя и это не получится ну может быть и можно но это надо тут тоже много фактора больше срастись а тогда вот мы так все начинающие в 90-е годы мы же все вот как сказать на голом поле это начинали вот я думала вот 52 наверно ну даже есть люди с 54 размером наверное они где-то где-то встречаются когда вас осенило что все не так просто мы начали вот это мы начали работать и и люди к нам приходили и надо было все больше и больше размеры вот сейчас например триграции вот мы сорок восьмого размера и до восьмидесятого размера то есть мы одеваем людей разные комплекции и понимаете когда я вот в эту тему погрузилась она мне стала настолько интересной как знаете она наша работа она вот имеет некую социальную роль да конечно адаптация крупного человека в обществе вы знаете я как-то с самого начала с самого открытия вот своего бизнеса я почему-то думала что я никогда не буду говорить какие-то некрасивые слова вот я даже слова полный вот пол я его не произношу никогда у нас нет никаких там полных нет нет у нас красивые люди люди могут быть разными 27 лет вы в этом бизнесе вы вообще ожидали что будет так надолго это нет я вообще даже предположить это не могла я думаю это какая-то кратковременная история у нас подрастали дети это были 90-е годы мы заводы закрылись я кстати работала на заводе лепси потом там разных организациях так как у меня образование же наш университет политехнический то есть я совершенно не из этой сферы с точки зрения образования вот я не думал что это будет и 100 долгая история и вообще бизнес ведь только начинался мы вообще мало о нем думали и мало что знали то те знания которыми я обладаю сейчас это все наработалось за двадцать семь лет моей жизни в этом бизнесе и опыт наверное да конечно конечно как часто приходилось меняться но ведь приходилось меняться за двадцать семь лет мир меняется мир меняется это неизбежный процесс вы знаете я меняюсь все время и сейчас вот мы с вами вот вообще живем в такое быстрое время и все время приходится меняться и нужно все время чтобы удерживаться на плаву в бизнесе нужно все время чуть-чуть идти впереди ну хоть на пол шага но впереди времени нужно успевать да нужно все новинки вот все что мир нам дает все знать все понимать все схватывать пытаться по крайней мере это не так просто они же может показаться а что касается мира моды ну что вот когда я начинала знаете как это было это было время челноков по крайней мере у нас в россии но это было благодатное время для начала бизнеса рынок не был насыщен одеждой причем иностранной одежды и люди хотели одеваться и вот эти челноки и я в том числе которые вынесли на своих плечах своими беленькими тоненькими ручками клетчатых сумках вынесли все это из китая из польши из турции понимаете если сейчас вот наша работа это мы сидим в телефоне просматриваем целыми днями там тысячи фотографий мы отбираем коллекции через фотографии да через интернет вот то есть мы очень все это технологично да но что тогда этого было нельзя делать надо было искать где найти как это искать ну каким образом как вы думаете не знаю вот и я не знал я не знала но я нашла то есть конечно были некие каталоги там и так далее потом я ездила за границу я ездила все время в стамбул искала эти фабрики на которых именно кто специализировался на одежде плюс сайз я ездила в италию то есть мы выбирали мы выбирали эти фабрики с которыми мы будем работать которые вот как бы совпадают с нашим российским вкусом а в какой момент вы решили что этого вам недостаточно и нужно еще и отшивать открыть производства да да но понимаете бизнес разрастался у нас уже было несколько магазинов и все время чего-то нужно было ассортимент нужно было пополнять но это достаточно сложно было тоже все вот такие поставки долгие за границей часто они срывались там еще что там не было каких-то моделей мы не могли особенно в самых больших размерах предположим вот эта линейка от 60 размера до 70 предположим это вообще было трудно добыть добыть еще что-то было можно чтобы это была модная одежда чтобы это была удобная одежда чтобы рукава были свободные чтобы ручки эти пролезали чтобы эта вещь не была как на человеке как сосиска в тесте чтобы он не выглядел чтобы это в то же время была актуальная модель, чтобы человек не выглядел, как будто бы он из прошлого века. Где было их найти? И вот тогда вот такое судьбоносное решение мы приняли. Конечно, это сложно было принять такое решение, что мы будем открывать свое производство и уже на основе собственного опыта разрабатывать свои собственные модели и отшивать уже наши коллекции. Ну вот как время показало, это было вообще правильным. Но вы же и одежду, которую вы закупаете, тоже не прекратили закупать? Конечно нет. Вы где-то ищите вот этот вот баланс, да? Ой, извините, перебила. Нет, я не то чтобы ищу баланс. Меня вообще этот вопрос просто очень часто задают. Мне вот говорят, Лена, а что вам больше нравится? Закупать и продавать? Или же производить и продавать, да? И часто ждут от меня, что я скажу, что, конечно, производить это так круто, так здорово, так клево. Это для меня лучше. Но на самом деле мне важны и интересны обе эти ипостаси бизнеса. Я же байер. Я закупщик одежды. Я люблю риск. Это что такое байер? Это ты просеешь сквозь сито, сквозь пальцы огромное количество коллекций, огромное количество фабрик, которые предлагают свои товары. Ты выберешь то, что будет носить наш потребитель. Это такой азарт, да? Это азарт. Как ставки ставить? Я ставлю ставку на этот... Он же достаточно опасный бизнес, потому что мы тратим огромные деньги на закупки коллекций, а ведь их могут не раскупить. Ну, их могут не купить. Могут. Риск такой есть. А как вообще создается коллекция? Вот это же раз такой риск, значит, и подготовка, наверное, у этого очень масштабные средства, время. Кто это делает? Чем вдохновляется? Как вообще все это происходит? Ну, это очень просто происходит. Просто? Да-да-да. Тут у нас, конечно, вот в Кирове, чем сложен вот швейный наш бизнес, да, в Кирове, у нас здесь нет сырья. И вот сырье, ну, ткани, фурнитуру, все приходится закупать. Или в Москве, или в Турции, или там в Арабских Эмиратах, или в Китае. То есть, вот по уму бы вот так. Коллекция разработана, рисунки, там пробники отшиты и так далее. И потом ты уже понимаешь вроде бы сколько там, какое количество это надо отшить, и ты закупаешь вот это сырье под коллекцию. Но в реальности происходит не так. Как? А вот не так, по-другому. Сначала закупается сырье ткани. Часто мы закупаем на выставках, которые в Москве происходят, откуда? Приезжают там производители тканей, фурнитуры. Часто просто сами ездим за границу на отборки тканей. Надо тут угадать тоже, какие ткани будут модные. Потом нельзя огромное количество купить, потому что все равно все очень быстро меняется. Понимаете? Нельзя. Это вот надо успевать. Это быстрый бизнес. То, что сегодня модно, завтра, это уже никому не нужно. Скажем. Ну, что вот привести, какой пример. Кожа. Давайте вот я в коже. А давно уже держится, да? Она держится уже очень много лет. И снова и снова, и вот в этом сезоне, весна, да, кожа на пике популярности. Значит, вот человек в коже, вроде как это модно. Ну, знаете, можно так одеться в кожу. Конечно. И выглядеть таким каким-то вот человеком, который из мира какого-то прошлых лет. То есть тут вот много нюансов в моде, да? А как вы относитесь к оверсайзу? Вот к этой моде, которая не прекращается. Это ведь тоже, да, как все нарядились в эти безразмерные худи, да? И так и живут, потому что удобно. Как вы к этому относитесь? Это мешает развитию бизнеса модного или дополняет и помогает? Нет, это абсолютно не мешает. Никакой тренд не мешает развитию модного бизнеса. В моде огромные худи, значит, они будут в наших магазинах. В моде еще что-то, и это снова появляется, это внедряется. В моменте. В моменте. В моменте. Партнер опроса в программе «В моменте» – «Вятка печи». Компания «Вятка печи» является производителем твердотопливных котлов «Прометей» уже 7 лет. Высокое качество, индивидуальный подход и, конечно же, приемлемые цены. Действуют сезонные скидки. Подробности и сроки на сайте «Прометей-дефис-вятка-дефис-печи.рф». Шляпа, шарф или еще какой-нибудь красивый аксессуар. Сегодня у кировчан я узнаю, как всегда оставаться модным. Как продолжать быть модным. Всегда. Как видите, вряд ли ко мне этот вопрос должен относиться. Быть самим собой, наверное. Носить то, что нравится, наверное. Сам для себя будешь модным. Из интернета брать информацию о моде. Что пишут, что блогеры пишут. Надо быть всегда на позитиве. Хорошее настроение. Ну и радоваться жизни, я думаю, это самое главное. Вот у него кофта, например, стоит 7 тысяч. У меня кофта стоит 300 рублей. По факту мы оба одеты. Без разницы, сколько стоит у тебя одежда. Самое главное, 20 человек всегда. В принципе, можно нас создавать самим. Связать, перешить. Быть рукодельником. Ну да, я мама двоих детей, мне приходится. Что делать, чтобы быть модным? Надо делать челку повыше. Так. И воротничок повыше. Сейчас же не 2007-й. Тогда воротничок чуть-чуть пониже и челочку чуть-чуть пониже. Ну, следить можно за новостями моды. Смотреть. Больше телевизор. Ну, для себя покупать что-то такое красивое, новое. Вот если понравилось, значит модно. Ну, мне кажется, да. Если понравилось, да. Я так думаю. Елена, вы все время говорите, что угадывать. Да. Угадывать модные тренды. А были ли у вас амбиции, чтобы задавать модные тренды в Кирове, например? Ну, возможно, я и задаю их в чем-то. Потому что ведь я же являюсь создателем наших коллекций, в общем-то. И когда вот я прихожу, например, вот в Кирове на какой-то концерт или вот в драмтеатр, например, и когда я вижу так много людей в одежде, которая вышла, можно сказать, из-под пера трех граций, мне это очень приятно. Я сижу и наслаждаюсь этим. Я радуюсь, что люди выбирают наш бренд, что люди одеты в наш бренд. А предпринимателями рождаются или ими становятся? Ну, я вот думаю, рождаются. Так значит, вы родились, предприниматель? Может быть. Это очень странно, конечно, если учесть, когда я родилась. Ну, может быть, я не права. Кому-то же нужно было даже в это время, да, потому что это же был как раз такой период зари, да, рассвета. Только-только. Вот он прямо вот за рождение. Мне вообще кажется, что люди, которые открывали бизнес в 90-е, это какие-то суперлюди. Какие-то отважи. Слабоумие и отвага есть, знаете, такое понятие. Ну, на самом деле, ведь так и было, Ксения. Об этом рассказывают сейчас. Вот мне, знаете, очень многие говорят, Лена, тебе книги писать, сколько в твоей жизни было всего. На самом деле, были и бандиты в кожаных пиджаках. Да что? И были. У меня был такой случай, когда нам с дочкой вообще в Стамбуле нож приставили и отобрали у нас все деньги, которые у нас на тот момент были. Это была большая для нас в то время огромная сумма денег. 10 тысяч долларов. Кроме того, у нас отобрали и загранпаспорта, и наши билеты на обратный рейс. И мы остались в чужой стране без паспортов, без билетов и абсолютно без денег. Вот такая тоже ситуация была в моей жизни. И очень много другого, если я начну рассказывать, чего только не было, то, ну, знаете, это увлекательный путь. Это увлекательная дорога. И чудесно, учитывая то, что вы это преодолели, из этого выбрались. Семейный бизнес – это тяжело? Семейный бизнес – это прекрасно. Это лучшее, лучшее, что случилось со мной в моей жизни. Вам повезло. У вас семья не просто не распалась. Ваша семья выдержала все испытания бизнесом, правильно? Были ведь испытания. Были моменты, где расходятся мнения, где накал страстей внутри семьи или нет? Или вы всегда все спорные вопросы решали полюбовно? Вы знаете, конечно, в семейном бизнесе, как и в любом бизнесе, всегда были, есть и будут проблемы, разногласия, какие-то борьбы, амбиции. Причем здесь она даже более болезненна, потому что ведь рядом с тобой любимые и родные люди. Я думаю, если человек вот дорожит чем-то, это как вот в браке, да? Если люди дорожат друг другу, то ведь им никакие, в общем-то, сложности не страшны. Но ведь нередко бывает, когда человек хочет построить семейный бизнес, а дети его, например, не поддерживают. Или не все, или есть кто-то в семье, на кого возлагаются большие надежды, а он говорит, нет, я хочу заниматься своим делом. Вы к этому были готовы? Я была к этому готова. И причем у меня дети занимались другими делами. То есть это вот даже такой хороший момент, когда вот не сразу так, грубо говоря, со школьной скамьи, вот, или там после института они пришли, а они поработали еще и на чужого дядю в разных организациях. То есть они как-то чуть-чуть увидели и с другой стороны, да, вот, работа в найме и работа на себя. Я – это две разные плоскости. Очень благодарна своим детям, своему мужу, который ведь тоже мне помогал в моем бизнесе. Ведь у него был свой собственный бизнес. Но в конечном итоге он ведь тоже как-то, ну, так ассимилировался в трекиации. Вовлекся, да, вовлекся. Он мне говорил, Лена, ты просто всех просто объединила вокруг себя. Ну, возможно, я авторитарная личность, я не скрою. Но, может быть, это и хорошо, всегда же должен быть лидер. Какой-то лидер. Это важный момент. Вот. Но лидер зато и берет на себя всю ответственность. А у вас когда-нибудь было желание самой поехать куда-нибудь, масштабироваться, завоевывать какие-то новые города и территории? Ну, сейчас мы масштабировались, мы на Валбересе, мы на Озоне. А, вот такая современная форма масштабирования, да? Да, то есть, знаете, я не хотела даже этого. Я вообще адепт розницы, розничных, вот таких вот красивых магазинов, какие у нас магазины. А у вас еще Гитреграции, Number Five, у нас своя визитная карточка. Это красивые магазины, удобные, сделанные для людей, с любовью и уважением к людям, да? То, что мы пропагандируем. Я вообще всю жизнь была адептом розницы, причем хотела такие красивые магазины делать в нашем городе. Но пришел Валберес, пришел Озон, оттянула у нас кучу клиентов. Конечно. И у меня ничего не оставалось, как тоже туда встать и, как говорится, свою кучу клиентов из других городов России привлечь к себе. А вот вы упомянули Number Five, второй магазин. Второй бренд. Второй бренд, да? Вторая марка одежды зарегистрирована. Другой бренд, такое английское название, такое уже что-то на молодежном, да? Да, да, да. Вот почему, зачем, какие смыслы вы в это вкладывали и вкладываете сейчас? Уже достаточно долго существует этот магазин тоже. Да, ну семь лет уже существует, больше семи лет. Вот знаете, вот вы тоже мне как-то в начале нашего разговора сказали, что да, мы стали брендом. Люди в Кирове говорят триграции и подразумевают большие размеры. Но тогда было точно так, сейчас я уже не уверена. Ну все равно, или они говорят большие размеры и подразумевают триграции. И вот вы знаете, вот этот вот сам бренд, сама марка триграции, она завела меня вот как байер, как дизайнера одежды в тупик. Я хотела расширить границы клиента, своей клиентуры. Я хотела заниматься модой не только в сегменте плюс сайз, а во всех размерах. То есть модой для всех. И вот правда я была в тупике, я хотела открыть уже другую марку одежды. И знаете, вот когда человек чего-то хочет, он как будто запускает в пространство, в космос, во вселенную свои мысли. И она вот так откликается. У нас уже было четыре магазина, мы открывали пятый, и я назвала его «Намбафайф». Я зарегистрировала торговую марку «Намбафайф» и стала выпускать одежду под этим брендом. Вот мы открыли сначала женский магазин на третьем этаже «Цума», а полтора года назад мы открыли на втором этаже «Цума» мужскую марку. Это было верное решение? Ну, конечно, верное. Мужская мода существует? Мужская мода существует. У нас магазин мужской одежды «Три Грации» существует уже 25 лет практически. И вот сейчас уже почти два года бренд «Намбафайф» предлагает свою прекрасную одежду нашим мужчинам нашего города. Вот мы не отшиваем мужскую одежду. Хочу сразу, чтобы не было разночтений. То есть у нас мужская одежда вся от турецких брендов. Елена, у меня последний вопрос. Спросим, спрошу у вас про будущее. 27 лет позади, впереди еще, столько же или больше. Как вы видите, какой вы видите моду будущего и кировскую моду будущего? Кировская мода будущего ничем не отличается от моды вообще российской и мировой. Тут, конечно, много еще играет роль и внешние обстоятельства, какие они будут. Вот мы не можем сейчас загадывать. В современном мире трудно диктовать что-либо даже на год вперед. Различные катаклизмы социальные и там различные биологические, например. Но вот эти же сами катаклизмы, они тоже диктуют моду. Понимаете? Вот ни одно событие в мире не проходит мимо моды. И все это формирует моду. Ну, например, мода на экологичные материалы. В том числе, да, она вот долгие годы уже держится. Различные вот современные ткани, современные разработки. Какие-то вот сейчас вообще мода это уже где-то тоже на уровне фантастики. Ведь скоро вообще будут такие примерочные. То есть вы дома можете зайти, сможете с помощью гаджетов зайти в примерочную, перемерить вот кучу вот этого. Я недавно где-то видела, это даже есть уже. Это уже есть, это уже существует, но это еще где-то есть. А скоро это будет в каждом телефоне. Какая будет мода? Ну, мода, она все равно будет отражать мир. Она будет отражать отношения в обществе, отношения, знаете, между людьми. Вот вы же понимаете, что даже вот люди становятся другими и растет поколение других детей. Что это будет за поколение? Это даже вот трудно представить и даже трудно предсказать. Кем они будут, какие они будут, какие будут межчеловеческие отношения, да? Даже внешность людей как меняется. Вот, например, сейчас быть красивой, это же достаточно просто, ну, как считают люди. То есть ты меняешь свое лицо, ты меняешь свою фигуру. Это очень доступно стало для всех. И как будто бы нет индивидуальности, да? Люди становятся похожи друг на друга. И все эти процессы, они отразятся и на моде. Но мода в любом случае будет. Правильно? Мода никогда не умрет. На этой позитивной ноте я поблагодарю вас за то, что вы к нам сегодня пришли. Это был очень интересный разговор. Спасибо большое. Спасибо вам, Ксения. Приглашаю. До свидания. Партнер проекта – полуфабрикаты Гулинские. И если каждый раз, когда вы возвращаетесь домой, с кухни доносится потрясающий запах, а вкус приготовленных блюд заставляет просить еще, значит, вы сделали правильный выбор. Полуфабрикаты Гулинские. Приятного аппетита. Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на неделю с 17 по 23 апреля. Овин. В начале недели работы будет очень много. Об отдыхе некогда будет даже мечтать. Сосредоточьтесь на глобальных задачах. Телец. На этой неделе вы можете слишком увлечься построением стратегических планов. Лучше заняться решением насущных проблем. Близнецы. На этой неделе вас ждут интересные встречи и знакомства. Вы можете почувствовать в себе такие силы, что будете готовы свернуть горы. Рак. На этой неделе улучшится настроение и появятся перспективные планы. Возможно повышение в должности и появление новых обязанностей, но вы с ними легко справитесь. Лев. Вы сейчас готовы к жесткой и решительной борьбе за светлое будущее. Действуйте мягче, будьте добрее, смените гнев на милость. Так будет легче и вам, и окружающим. Дева. Вам потребуется выдержка и четкость. Необходимо реализовать хотя бы часть намеченных планов. Не пускайте дела на самотек. Весы. На этой неделе у вас появится возможность разобраться с возникающими сложными ситуациями на работе. Только не стоит хвататься за все сразу. Скорпион. На этой неделе возможны нестандартные ситуации. Справиться с ними вам поможет находчивость и решительность. Стрелец. Удачное время. Так что смело воплощайте ваши идеи и замыслы в жизнь. От слов к делу, от теории к практике. Козирог. Желательно поменьше витать в облаках и побольше думать о работе. А еще лучше займитесь решением неотложных дел. Водолей. На этой неделе вы обнаружите в себе новые таланты. Сейчас вы находитесь на пике своей формы и работоспособности. И рыбы. На этой неделе намечаются неплохие перспективы на работе. Но нужно пройти последнее испытание. А для этого стоит приложить максимум усилий. Момент.